приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет всем доброе утро да 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 где я был просто бывает такое что очень сильно устаю даже снимать видеоролики но бывает такое и у вас такое бывает и сейчас я быстренько с утра поработаю потом буду отдыхать потому что и дочка приехала но и дел целую кучу и так далее итак ребят давайте пройдемся по новостям сегодня 9 августа сегодня воскресенье паспортная погода в сочи и сейчас за бортом у нас всего лишь плюс 26 градусов время у нас половина восьмого утра и давайте попробуем отсветить основные новости в сочи из столицы армении доставили 114 россиян при этом у нас был увозной рейс ну да ладно бывает доставили доставили в краснодарском крае выпали задачу переселение из ветхого жилья долгосрочно это тоже большой и огромный плюс за что респект и уважение например ворске насколько я знаю никого не расселяет ворске все загнивают своих этих колупок ничего не сделать за последние сутки в границу с абхазией пересекли более 33 тысяч человек люди едут в абхазии оно и понятно потому что природа потому что хочется разнообразить потому что большому счету у нас осталось только черноморское побережье где можно отдохнуть потому что вроде бы как бы открыли полетку там и в турцию там еще куда-то и танзанию но знаете как бы очередь особо не выстраивается потому что там пока творится небольшая макханалия поэтому люди едут и вот еще раз едут в сочи как и в дагестане хотят вести дресс-код для туристов вот как бы так все-таки старается борется за культуру и тому подобное я кстати с этим согласен потому что реально как бы ты конечно находишься в коротком городе но у нас иногда творится страшные вещи но реально страшные вещи поэтому да даже что-то думаю нужен поезд калининград адлер оздомляет курсирование с 22 августа теперь может быть с калининграда долететь не только на самолете доехать на машине но еще и долететь на поезде это тоже большой и огромный плюс ну вот кстати такие тоже сейчас заголовки читал я тоже ржал ржу сама над собой как юлия барановская отдыхает в сочи в общем она там снимает и ржет снимает и ржет ржет и снимает снимает и ржет а все почему потому что снимает и ржет и ржет и снимает вот так вот так в сочи или за граница где сентябре планируют отдыхать россияне ну знаете что многие россияне еще не отдохнули еще 78 процентов не отдыхали в этом году ну и конечно же большинство из них выбирает том числе и турецкое направлением но и очень много у нас выбирает все-таки сочи анап еленджик в общем кому на что хватает денег потому что в этом году турция это не дешевое удовольствие за турцию нужно отдать как минимум как минимум нужно отдать на двоих 200 тысяч за неделю а это как бы но не дешево сразу скажу глава краснодарского края выразил соболезнования с смертью кубанского митрополита это тоже не очень хорошая новость поэтому поэтому соболезнования в сочи расследует дело по факту захоронения химических отходов на 26 миллионов рублей и это все это было захоронение между адлером и краса поляне доля реки реки мазым то в общем как бы печальный факт а я думаю почему там все через жопу в адлере оказывается там еще и химикаты помимо всего умудряются зарывать горнолыжные курорты сочи свяжет единая трасса для катания что это значит это роза хутор и соответственно у нас горнолыжный курорт который называется горький город и там тоже будет единая трасса сейчас уже делают в прошлом году водили единый скипас в общем все это ведет к тому чтобы в один раз приехали куда-нибудь и все и просто просто получили неописуемое удовольствие кататься когда будете кататься на лыжах либо на сноуборде за последние сутки в сочи подвержено 10 новых случаев за заражением коронавирусом гидрометцентре отметили самую высокую температуру воды в сочи и туапсе в общем сочи и туапсе 27 градусов а если мы берем с вами другой по побережье то там больше выше 25 градусов не поднимается ну вот так вот сочи самое теплое море поэтому добро пожаловать к нам сочи на пункте пропуска с абхазии черный джип протаранил ворота и скрылся а все почему потому что не хотел стоять в очереди и я его прекрасно понимаю иногда самому так хочется ольга бузова и давид манукян отправили дощину в казино сочи ну что я могу сказать не в турции не в абхазии а в сочи едут в сочи потому что есть у сочи какой-то плюс есть у сочи какая-то харизма есть у сочи и точнее в сочи что такое вау классное интересное у вас как бы даже бузова приезжает бузова не то что там путин прилетел или чего бузова представляете ладно в сочи лихач на легковом автомобиле влетел дерево и конечно же есть пострадавшие в сочи завершил завершилась регистрация кандидатов кандидатов в депутаты городского собрания посмотрим что будет после выборов у россиян старше 40 лет появится дополнительно оплачиваемый выходной для того чтобы могли пойти и сдать тесты на коронавирус а вот например мне 39 лет поэтому меня это мероприятие творческое не касается в краснодарском крае наградили лучших работников строительной сферы сферы самое интересное знаете что а имен то не раскрывает я взошел посмотреть думаю кого же наградили а имен не раскрывает кого-то наградили так хорошо наградили что аж стыдно стыдно говорить кого наградили бегавших по мемориалу девочек нашли и жестоко наказали заставили на коленях извиняться перед всеми вот как бы так не на я конечно немножко преувеличил но то что нашли это факт тоже девочки извинились это то это факт ну знаете сейчас модно как бы оставлять чтобы все просили там прощение извинялись так далее но там особенно на камеру это сейчас прям в тренде понимаете такой тренд 2020 7 августа возобновил возобновилась железнодорожное сообщение с абхазии тоже классный большой плюс как бы круто круто в сочи спасли жизнь мужчине которому насквозь короче насквозь портнула арматура грудную клетку и представляете себе спасли а вы говорите что в сочи нет хороших врачей да нет вы наверно не туда обращаетесь сочи от коронавируса умерла 50 59-летняя женщина ну как всегда там был целый букет хронических заболеваний и инфекция просто подтолкнулась быстрее сочинский колледж искус получил музыкальный инструмент по нас проекту культура елена летучая в черном бикини зажгла на яхте в сочи и это конечно попался на видео блин но я посмотрел видео я понял что глин самоизоляция это жестокая вещь в каком плане жестокая вещь в том плане что как бы ну как бы все немножко раздобрели но реально как-то так ну как ладно что вы спальчишка до толстые все толстые и не знаю вот я например когда потолстил у меня был комплекс и я даже футболку не снимал на пляже потому что я думаю что все смотрят и обсуждает вот макс толстая скотина макс толстая скотина и все а здесь некоторые звезды им по барабану им ну на фиолетово на все и они готовы в свою очередь разгар раздеваться оголяться где угодно а все почему ну потому что наверное потому что наверное сейчас у нас в россии уже как вы знаете как бы все спихивают до какого-то что толстый стал о это самоизоляция о это самоизоляция но были круто что могу сказать самоизоляция значит не так все плохо наверное было на самоизоляции раз только у нас на нас не буду говорить на тему в конце недели в краснодарском крае ожидается 37 градусов это будет жестко 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 вот мой телефон начну снимать и это будет чума дебоширы авиарейца сочи и екатеринбург задержали полицейские вот я не знаю длинка в жизни как бы не говорю про екатеринбург просто но вроде нормальные все порядочные но ребят ну на этом самолете вы это конечно отожгли мало того что сначала начали курить прям в салоне просто принципиально вот и говоришь я с вами ехал бы и вы начали с нарядом курить я бы тащил бы вообще даже не разговаривал без разницы кто был вы и что здесь просто слове самолета кто-то из вас начал бы курить бы вот ну реально без разницы хорошего или плохой как бы я бы тащил бы там не стал бы там это ну и соответственно просто как у нас начали разбухать и возмущаться такие как как я который противники того чтобы самолете курили пошли в туалет там тоже начали потом требовали алкоголь и тому подобное в общем нормально отдохнул на дебоширил ну должна быть это быть этика в конце концов по сумме выплат на профилактику коронавирусной инфекции краснодарский край занимает третье место в стране поэтому кого-то из чиновников сейчас выросло пару коттеджей хороших и так далее в сочи за 7 августа выявили 20 новых случаев заболеваниям гуи-19 о это были но очень много это очень много в сочи за нарушение требований роспотребнадзора изъято 3 автобуса в общем без масок если едут то начинает изымать музей спортивной славы сочи открыл свои двери после ремонта на пляжах сочи с начала сезона проведено 70 рейдов но я не знаю кого-то там кошмарит если честно какие рейды для чего проводят я не могу сказать эксперты сравнили стоимость отдыха сочи и абхазии пока недвижимость имиду снимать в абхазии обходится на 30 дешевле чем сочи но говорят что за это время уже очень сильно все поменялось и цена идет вверх-вверх-верх-верх-верх-верх-верх значит так лобовое столкновение на трассе джуба сочи и оба болит его оба у нас получается в больнице были и поэтому вопрос ужасен что на пробку даже представить не можете на полигоне ты бог куда вывозит мусор из сочи проведут экологический аудит сочи короче один мужик не выдержал и ударил корзины продавщицу из-за просьбы надеть маску да гадите маску пожалуйста они как корзины когда есть по башке ну во первых это не мужик который поднял руку на девушку это первое или на женщину или на маму или на бабушку понимаете как бы теперь не мужик ну а второе ребят ну я все прекрасно понимаю но конечно там как можно как в анекдоте да не нужно просто написали пива нет а то пива нет там да то сказали бы вот сказал бы она мне подадить маску это надень маску ну это не повод распыхать руки ну сто процентов мальчик которого загрыз медведь сам открыл дверь в вольер и туда проник как бы так адскую пробку на подъезде в сочи спровоцировал спровоцировал опрокинувшийся мусоровоз именно поэтому у нас просто город задыхался в этих пробках ну что кстати кто же интересная миновость для романтиков те знаете такие которые молодые которые не которым 39 лет этот кроме молодые такие красивые такие да как капля водки чистый вот короче ребят для вас теперь ночью работает смотровая площадка смотровая башня ахун и вы можете ночью приехать и просто насладиться потрясающими видами со своим любимым или своей любимой это круто но все ребят на этом у нас все новости вам всем желаю отличное настроение вам всем желаю добра соответственно вчера у нас прошел корпоратив я вчера был на корпоративе пил воду очень много воды пил соответственно посмотрел как отдыхает забрал свои грамоты первое место за самое большое количество сделок первое место в компании это самый большой вал ну в общем как бы четыре с половиной года прошло дни четыре года ровно прошло как первый раз мне дали грамоту на корпоративе где была грамота за быстрый старт где я блин очень хорошо начал и потом был корпоратив и потом были подведение итогов потом бы был все остальное там тоже мне раздали очень много всевозможных грамот по одной простой причине что я номер один потому что я так воспитан и в институте так преподавали есть первое место место и остальные есть лидеры есть стальные есть целеустремленные а есть остальные есть лидеры а если дома ну и победители не судят само собой разумеется победитель должны быть в рамках этики и так далее ну я рад что многие приходят компаниям многих я мотивирую и многие хотят прийти и повторить мой результат и улучшить его и хорошими цены цели у многих я очень рад именно эти люди меня подталкивают быть еще более так скажем эффективнее и это круто по-настоящему круто потому что по большому счету я даже работаю сейчас не за деньги наверное больше работаю просто как бы просто знаете нравится соревноваться такой такой как соревнования знаете я не могу просто бегать я всегда бегаю секундомером потому что я каждый раз пытаюсь лучше свое время я не могу ходить просто к спортзал потому что я хожу и работаю над своими показателями я каждое утро стоит на весы потому что я беру контролирую свой вес чтобы соответственно у меня стоит цель я хочу похудеть да я сейчас сейчас скажу я расслаблюсь я сейчас хочу съесть что-то сладкое потому что чувствую что энергии нет чувствую что гормон радости куда-то делся я сейчас съем что-нибудь такое сладкое сегодня сегодня воскресенье раз в неделю я себе могу это позволить но как бы так то же самое что иногда могу позволить себе расслабиться от работы да вот съездил в крым как бы сейчас буду монтировать этот сюжет ну если круто классно получилось и есть свои плюсы но я даю могу сказать точно выбирая между поездка в крым и в абхазию вы ребят извините лучше я поеду в крым и и знать почему пойду в крым потому что нет вы это вообще нельзя говорить на камеру короче не не буду я говорить или ладно скажу хочу поехать в крым чтобы просто сменить обстановку потому что когда я попадаю в адлер когда я попадаю в абхазию то для меня адлер мало чем отличается от абхазии вот те же самые наглые продавцы да те же самые наглый этот минут наглый менталитет это тоже самое бестолковое передвижение на автомобилях когда все едут как придурки конченые там обгоняет на обочине в гора все здесь сплошные линии это в адлере а по абхазии это вот все так для те же самые люди хамло который едет на семерочках на девяточках который курит сигареты тут же в окно выкидывает это те же самые люди которые там как-то подрезает как там умудряется как-то себя вести некорректно и так далее и когда ты берешь сочи переезжаешь едешь отдыхать в адлер айд например в абхазии ты видишь то же самое что касается почему в крым слетал блин в крыму в крыму во первых я не видел столько семерок и шестерочек я не видел столько быдло который там курят и тут уже выкидывает там мусор во всяком случае я не увидел ни одного у нас приезжего который взял бы например памперсы бы использованы выкинул или прокладки выкинул или пакетик выкинул бы во всяком случае это наблюдал и но я это не увидел ну и конечно же тогда ты приезжаешь к нашим соседям да в крым то ты ощущаешь себя в другом государстве ты потому что когда ты едешь в абхазию ты себя ощущаешь как дом потому что все те же самые лица те же самые абхазы армяне везде все недовольны что там еще что-то такое это непонятно как это с этим гором со своим все а там ты приезжаешь и очень много везде все русские нет ни одного не русского я не говорю что не поймите меня неправильно просто знаете другая атмосфера другая атмосфера и как-то прикольно и непривычно ну понимаете потому что я говорю когда я еду сочи в абхазии для меня ничего не меняется меняется может немножко природа а вот когда я съездил в крым мне поменялось много чего все было непривычно когда ты заходишь на заправке на заправке там русские девочки тебя обслуживают непривычно как когда ты заходишь в кафешку и там тебя встречает там русские парни русские девушки непривычно когда ты подходишь на ресепшен там тебя встречает русские русские везде и при этом знаете я могу сказать не знаю может быть это не показалось но столько приветливых и открытых людей вот действительно вот я столько никого в жизни не видел в крым который я видел два года назад и сейчас это небо и земля и такое ощущение как будто действительно искренне с тобой общались искренне с тобой знаете ты когда выходишь с аэропорта тебе не подбегает целая куча абхазов и армян которые там пытается там тебя там как бы развести на поездку да там как бы немножко такие нерасторопные там стояли таксисты никто не напрашивался стояли все русские парни и по-разному да спокойно культурно с тобой общались одеты были как бы не как настоящий пораженнейшие таксисты которые там в футболке который в обед 300 лет который там выглядит как бомж который украл автомобиль а действительно такие знаете как бы ну такие прям там даже таксисты были такие стильные и тому подобное самое интересное что попались мне те же самые таксисты которые не ехали там не не ругали власть не не жаловались что вокруг так все плохо что всего вокруг очень хреново и тому подобное что раньше было лучше они объективно говорят что сейчас реально стало лучше да был перелом момент не самый лучший но сейчас ну хорошо и никто назад не хочет и и знаете что вот как бы я даже не знаю как вам сказать ну в общем как-то как-то знаете даже один день показался там хорошим классно поэтому ребят скоро вы увидите я еще там кое-куда полечу меня там пригласили в гости поэтому будет новый сюжет а я поехал пошел точнее монтировать видео как бы поэтому всем приятного просмотра и желаю чтобы вашей жизни было то были только хорошие новости всем добра и пока